Что в этой банке? Прах звездочёта. Ты уверен, что он нам поможет? Именно он сообщил про метеорит, приближающийся к Савёнку. Он хотел сообщить, когда и во сколько метеорит приблизится к Земле. Но Юля делала свои кошачьи дела и потушила костёр. Всем привет! Вы на канале Тювплей. И сегодня мы будем продолжать проходить Пионера Семёника в Савёнке. Внутри Пионера. Пионера внутри Пионера. Звучит немного гейски. Тем не менее, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видосом. Ну и погнали! О, Дванчевская! Ну уж с ней мы найдём общий язык. И, сестрица, не подскажешь, который час? Что? Какая я к тебе, к чёрту, сестрица? Ты чего вдруг стал таким смелым? О, Семёныч, давно по шапке не получал? Эй-эй, Алиса, спокойнее. Я всего лишь хотел. Погоди-ка. Это ведь ты сегодня колени и яйца подкатывал? Тебя убить-то недостаточно. Да что, ну с того света я ещё раз убью. И ещё раз, и ещё раз. Я думал, они в ссоре. Я чё, только что померил их? Почему я всё ещё и тебя вижу? Чёрт, Семён, телепортируй нас отсюда! Ну а сам ты чего? Да кто ж на моём месте соображать будет нормально? Ну и оно не было печали. Телепортация! Они ненормальные. Ну точно тебе говорю, они все какие-то с приколом. Ульяну пробовать не будешь? Ага. Ещё проблем с властями мне не хватало. Я и так тут вроде как нелегально. А если выяснится, что к малолетним приставал, то точно хана мне. Я так понимаю, ты развлёкся. Ага. Радости, блин, полные штаны. Хорошо, что в твоём теле всё это делал. Не знаю как, но придётся тебе пожить с этим. Переживу. Давай только не сразу память стирай. Дай мне хоть немного посмотреть, как тебя доставать будут. И не думал. Стирание памяти о таком большом количестве людей может понести за собой непоправимый ущерб. Я что-нибудь придумаю. А пока мне нужно найти место для привала. Так что бывай. Постой. Ну а чё ещё? Следуй за мной. Вот. Как насчёт этого? Хм. А я, правда, неплохая полянка. У тебя на уме не только непристойные... Непристойности всякие. А я всё-таки здесь, чтобы помочь с метеоритом. Это моя первостепенная задача. Хм. А, и ещё. Не я нашёл это место. Мне его Юла показала. Она теперь представитель фауны? Если быть точнее, то хранительница леса. Или мать леса, или королева. Хм. Великая жрица, хранительница священного леса и по совместительству мать всей зелени. Ебучая Дейенерис, здравствуйте. Ну или так. Герои, наконец-то мы собрались всё вместе, дабы обсудить... У неё синдром неполноценности. Зачем ей такое мудрёное прозвище? Да хрена её знает. Вечно жалуется, что кроме как превращаться в кошку, она ничего не умеет. Даже поводки приобретает. Во, смотри! Эй, какого лёшего ты делаешь? Видишь? Хм. И правда. Хватит уже меня трепать. Откуда она про метеорит узнала? Я ей сказал. Хотела быть полезной. И про меня она тоже узнала от меня. Что ж ты... Чего ж ты ей не сказал? Что я всё узнаю через ясновиденье. Не хотел расстраивать раньше времени. Довольно. Хватит уже перекидываться мыслями и считать, что я и гроша ломанова не стою. Вот. Ты всё-таки смогла добыть её. Конечно смогла. Ты снова будешь сомневаться во мне. Что в этой банке? Прах звездочёта. Прах звездочёта? Прах звездочёта, сука ты тупая. Зачем нам прах звездочёта? Прах звездочёта нам необходим, чтобы вызвать дух звездочёта. Зачем нам прах звездочёта? Пф. Именно он сообщил про метеорит, приближающийся к Савёнку. Он хотел сообщить, когда и во сколько метеорит приблизится к Земле. Но Юля делала свои кошачьи дела и потушила костёр. Ааааааа! Аааааааааа! Пометила место всё. Застолбила, так сказать. Эй, не вспоминай. Но и ну не было печали Ты доверяешь духам? Духи-призраки, они никогда не врут Я тот, кто соединяет мир живых и мир мёртвых Я! Шаман? Медиум Ну да, можно сказать, что шаман Сегодня в полночь мы вызовём дух звездочёта и узнаем у него всё необходимое Семён, после ужина вы собираетесь в поход Скажи, что нашёл место для ночлега и приведи их сюда Мы с Юлей позовём тебя, когда наступит время А и принеси чего-нибудь вкусненького из столовой Обойдёшься Белоко Ну, с дом встречи Ну что, Семён, нашёл место для ночлега? Разумеется Сама великая жрица, хранительница священного леса и по совместительству матерси и зелени выбирала А что до твоей заколки, работы идут и довольно успешно Такими темпами завтра уже будет готово Уважаемые пионеры, как вы все уже знаете, сегодня после ужина мы собираемся отправиться в поход с ночлегом Надеюсь, вы готовы и успели собрать всё необходимое Строимся на площади через час Мальчики, у вас всё готово? Так точно, рюкзак собран, огнетушитель заряжен, горючего хватит Отлично, Саша Семён, я сходила посмотрела твое место и была приятно удивлена Поляна расчищена, никаких подозрительных грибов по влезости Всё идеально Мальчики, вы большие молодцы Да что вы, всегда рады помочь Не терпится посмотреть, что ж ты там такого нашёл, Семён Раз даже вожатая так приятно удивлена Нет грибов? Если бы она не сказала, я бы и не заметил Кажется, что кто-то неумело собирал Эти самые грибы, оставляя половину ножки Надеюсь, это кто-то не Юля Отряд, в колонну под вое, остановись! Ульяна, прекрати скакать туда-сюда, Алиса, успокой её Мочу сразу, Алиса, даже мне не поселом успокоить эту ягазу Всё взяла Бинты, зелёнка, активированный уголь Да, взяла всё необходимое Если будет что-то серьёзное, то ты знаешь, что делать Стоять смирно и ничего не делать сам виноват Умничка, Лена Виола, ты чему детей учишь? Не беспокойся, это придаст ей уверенности Эх, жду не дождусь Костёр, песни под гитару и тёплую компанию А ты чего не с Женей? Опять поругались Да чё ты так переживаешь? За нас нет, у нас всё нормально Она просто помогает девочкам нести продовольствие и следит, чтобы никто ничего в рот лишнего не взял Ого, не знал, что Женя у нас батоник Да она не только в этом спец Вы бы послушали, как она историю рассказывает Я в школе ни одной даты не помнил А тут пару раз упомянула и всё На корочке головного мозга записано Мне кажется, тут дело не в том, что Женя хороший преподаватель А ты на что намекаешь? Да так, не важно А, в смысле, не важно, раз уж начал, так давай до конца Ну-ну, успокойся, давай обойдёмся без ссор Ладно, не хочется вечер руганью портить Эй, Семен, я надеюсь, ты нашёл для нас суперкрутое место Как-никак это последний поход в этой смене Не напоминай, наш первый поход закончился тем Что две рыжие пионерки случайно подожгли палатку четвёртому отряду После этого нас в поход больше никто не брал Отряд, шагом марш О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Молодец, Семён, ты не только сегодня мне очень помог, но и нашёл такое замечательное место Эх, братан, как же классно здесь, не зря ты вступил в наш клуб Мы разгильдяев не любим Месты, правда, очаровывающие, молоток, Семён Юля, если ты слышишь, все эти благодарности тебе Прими моё тоже Сёмушка, спасибо тебе Наконец-то, я стала полезной Но и ну не было печали, рыдать-то зачем Наступило время долгожданного похода Не мною долгожданного, разумеется Но, кажется, они рады В их мыслях нет ни единого, ни одного тёмного уголка Который бы портил всю атмосферу Алиса играла на гитаре Мику на чём только не играла и иногда пела Ульяна уже успела пораниться И Лене пришлось обрабатывать её рану Но ей было не в тягости, даже наоборот Эл с Женей мирно общались друг с другом Покачивая голову Головами под такт в музыке Шурик возился с моим регулятором Но иногда отвлекался на... На что? Славя с Ольгой что-то бурно обсуждали Иногда смеялись, а иногда подпевали А я... А я сидел рядом и наблюдал за всей этой идиллией Иногда мне казалось, что я перестаю слышать их мысли Как будто я куда-то улетаю И сижу, смеюсь и пою вместе с ними Но, как бы мне не было хорошо Я не чувствовал себя частью этой компании Казалось, что я лишний Это не напрягало, но давало о себе знать Наконец, костер был потушен Пионеры легли спать Ну, а наша миссия только началась Семен, ты слышишь? Ты меня слышишь? Давай, дуй к нам Мы начинаем Семушка, здравствуй Ты че ей там наговорил? Я ее еле успокоил Всего лишь сказал спасибо Спасибо? Сема, ты принес чего-нибудь вкусненького? Нет Кстати, насчет вкусненького На этот случай мне ты тут грибы повыдергивала Чего? Какие грибы? Не трогала я никакие грибы Да к тому же здесь одна поганка растет Зачем мне было их собирать? Забей ты на эти грибы Сейчас важнее вызвать дух звездочета Отлично, кажется, все готово Сейчас я высоплю прахи Че? Ну что еще? Там кто-то есть Что? Сем, ты уверен, что все пионеры легли спать? Абсолютно Может кто-то вышел в туалет? Мы достаточно далеко от их привала Вряд ли бы кто-то из них стал заходить Так глубоко просто, чтобы поссать Ну, не так грубо А собственно, че мы гадаем? Сем, кто там? Ну, как бы вам объяснить Еда 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 Знакомьтесь, это Николай Обломов Николай? Обломов Здрасте, я тут запах учуял Такой Эх, вкусный Я съел все грибы, что были в округе И знаете Они были не очень вкусные Семен Как это вообще понимать? Семен? Тот самый Семен, что Николай? Да что здесь происходит? После того, как мы попрощались Я ушел обратно в деревню Там я нашел своего дедушку Владислава Сидорова Но оказалось, что у него нет внуков А есть лишь дочь Лариса Когда местные узнали об этом Все стали считать меня внебрачным сыном Лариса Ее будущий муж был в недоумении Ведь он узнал Ведь он узнал о измене жены Прямо перед свадьбой Она много раз просила поверить ей Говорила, что не знает меня И что вообще видит впервые И вот вроде ей удалось доказать Что она ни в чем не виновата Как вдруг выясняется Что у Ларисы и у меня Одинаковое родимое пятно Ну это был синяк Муж бросил Ларису А деревня стала презирать ее Она не выдержала и... Только не... Уехала на квартиру к матери Она даже прислала мне письмо Написала, что поступила в университет И собирается идти в магистратуру Это все случилось за три дня? Или четыре? Не херуйся Рад за нее Не каждая женщина под силу такое И я о том же А вот мужу ее не так сильно повезло Оказалось, что в прошлом он был бандитом На его счету не одна жертва Какой ужас Как только староста узнал об этом Он немедленно вызвал соответствующие органы И его тут же забрали Какой староста? Меня же... Меня все же приютел деда Владислав И сейчас я помогаю ему по хозяйству А чего ты тогда так поздно в лесу делаешь? Деда сказал, что я уже взрослый И как настоящему мужчине Мне нужно прожить три дня в лесу В его семье все мальчики через такое проходили То есть это все хуйня там вообще за один день произошла получается? За... Ну да, за день Когда письмо успели так быстро доставить? Эээ, алло! Как-то еще на ногах стоишь После всех грибов, что съел Да у меня тут свой привал неподалеку Там-то я и приготовил грибы Но вкус они, правда, паршивые Словно резину с землей жуешь Пиздец То есть Но и оно не было печали А вы, ребят, что тут делаете? Тебе знать не обязательно Может, это грубо После истории, которую ты рассказал Но мы, правда, не можем тебе сказать Да, конечно, я все понимаю Вам не обязательно Кстати, а что скажешь насчет этого? Я не... ты чего? Она села по кошачью И стала демонстрировать Свои уши и хвост Ой, что тут такого? Хе Я после грибов и на таких И не таких уродцев видел А, ладно, пожалуй, пойду Ну, удачи вам в ваших делах Хочу еще его поцарапать Начинаем А где остальные? А что это? Типа такой туман? Ебушечки Ох, хе-хе-хе Меня с него призвали Не ожидал, что так скоро вернусь в мир живых А в тот раз В тот раз мы так и не договорили Где и во сколько метеорит упадет на лагерь? Ха, дай-ка подумать Звезды сейчас говорят разные Но большинство скляняется к почти закату Почти закату? Шесть вечера Космос дал мне понять Метеорит, что собираетесь вы остановить Будет там, где два брата младший и старший Где луч надежды ослепил реальность Там, где берет началь о каждый Когда осмелится принять судьбу Эх, давай без загадок Просто скажи, в какой широте и... Прости, господин шаман Но большего я сказать не могу Ладно, Семен Ты хочешь что-нибудь спросить? Масса метеорита и с какой скоростью он будет лететь? Хе-хе-хе-хе-хе Ишь какой Боюсь на эти вопросы я тебе ответить не в силах, дружочек Но что-то подсказать смогу Метеорит будет не из семейства Карликовых Это уж точно примерно тонн 12-20 Сколько? А вот что касается скорости, то достигать скорость света, полагаю Что же... Что же летит-то сюда? Семен, ты уверен? Ха Ну и ну не было печали, разумеется, я уверен А раз ты так говоришь Твое время закончилось, звездочет Возвращайся в свой Постой, 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 постой Что такое? А можно как в тот раз Меня эта девочка прогонит? Блин! Ах ты старый извращенец Ха-ха-ха! Фух, но узнали мы не особо больше Я надеялся на более точную инфу Все в порядке Он сказал больше, чем достаточно Ха-ха, раз ты так говоришь Рассчитываем на тебя псионик Семён Персонал Ого Ну и ну, не было печали И как тут облажаться, когда в тебя верят и надеются столько людей? Два Всё? Ладно, пойдём, Ёль Что же, я думала, мы ещё посидим, поболтаем Я попробую выяснить, о чём говорил звездочёт, как узнаю, дам знать Ну, удачи Покедай, Симуля Но и ну, не было печали Ну, а на этом мы сегодня будем уж заканчивать Так что всем спасибо за просмотр И всем пока Вернись ко мне Моя мечта Из уголков Пустой вселенной Верни мне жизнь И согревай Освободи Меня из плена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok